В России в этом году может быть собрано 116 миллионов тонн зерна. Это абсолютный рекорд. Треть от этого объема будет отправлена на экспорт. В ряде регионов уборочная компания в разгаре из Саратовской области. Репортаж Сергея Пономарева. Мы каждый день работаем для своих рабочих. Где-то в буханах 50. Главное не передержать в печи, говорит повар Наталья. Тогда получится и румяный, и с хрустящей корочкой, хлеб и собственной муки. В этом фермерском хозяйстве принято готовить обеды рабочим из того, что сами вырастили на полях. И хлеб обязательно свой. Замечательная мука. Хорошее качество, поднятие, хорошее хлеба, вкус. А зимой пшеницей, которую только-только собрали с полей, заполнены все склады. В прошлом году в этом фермерском хозяйстве намолотили 10 тысяч тонн. В этом с тех же самых полей больше 15. Скоро приниматься за уборку подсолнечника, а хранить уже негде. Но это, по словам фермера Сергея Дзюбана, приятные хлопоты. Столько труда. Год мы этого ждали. Год мы этого ждали. Работали, пары, сеяли. Все это дело. Но все-таки земля, она дала отдачу. Мы получили небывалый урожай. В истории, в советские времена, такого урожая не было никогда. Рекорды в хозяйствах по всей Саратовской области. 2016-й даже был объявлен годом хлебороба. Уборочная кампания еще продолжается. А в регионе уже удалось собрать почти 3 миллиона тонн зерна. В планах собрать еще миллион. Аграрии говорят, что помогает поддержка государства. Действует льготный режим получения кредитов. Свою роль сыграли и новые технологии обработки почвы, и новые удобрения. Мы посели сухую землю. Я осенью был очень расстроен. Но когда весной кинули удобрения, и когда мы стали работать по химии, я убедился, что результат будет. Комбайны в поле с утра и до позднего вечера. А как здесь говорят, до первой росы. По словам комбайнера Сергея Иванова, в эту уборочную и работается в удовольствие. Видно, что труды не пропали зря. Больше урожая, больше зарплата. В этом плюс, да? В этом плюс, да. Почти без остановки работают и элеваторы. Особенно те, которые стоят на берегу Волги. Один за другим сюда приезжают грузовики с зерном. Пшеницу, ячмень, рожь отсюда отправляют по всей Волге. И дальше по судоходным каналам. Первая баржа с зерном на прошлой неделе отправилась в Санкт-Петербург. Вышли на погрузку зерна уже в течение 10 дней. Грузим как по России, так и за рубеж. За сезон обычно отгружаем 30-40 тысяч тонн зерна. Со дня на день должна прийти баржа для погрузки в ферм. Каждый день все новые заказы на поставки. Сейчас заключаются контракты и зарубежными покупателями. Спрос на саратовское зерно есть и в странах Европы, а также Иране, Турции. Планируется, что первые баржи отсюда возьмут свой курс за границу уже в конце августа. Сергей Пономарев, Павел Литувет и Сергей Суворов. Первый канал. Саратовская область.